Философия Философия это наука о всеобщих законах движения и развития природы человеческого общества и мышления. Высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении мышления к бытию и духам. Это уже как бы подробности и проза и поэзия. То есть философия главное. Философия это наука о всеобщих законах движения развития природы общества и мышления. Вот это вот главное. Это определение философии. Почему это важно понимать? Почему я об этом заговорил? Вот у нас в процессе развития, даже не развития, а в процессе деградации общественного мышления, научного мышления в том числе, у нас философия размылась. Вот особенно на территории Советского Союза философия доведена до маразма. Сейчас мы подробнее на этом остановимся, но прежде я хочу дать понимание, что такое философия. Вот философия это основное древо всей науки вообще. Вот вообще всей. Сначала идет вот философия, а потом от философии отходят разделы науки. Вот так это надо понимать. Это единственное корректное понимание. Когда-то философия, она не была наукой, ну не воспринималась как наука. Но вот в процессе развития человечества была такая планета Земля, на ней такие мураши-человеки бегают, да, у них какое-то мышление, не все это мышление логически связанное. Так вот, в любое время всегда есть люди, которые более-менее логично мыслят, и продукт, который они генерируют мыслительный, он уже попадает под понятие разумный. И вот философия это как раз начало этого всего. Если мы пробежимся по определению философии из других словарей, вот это был толковый словарь Ушакова, да, определение, корректное определение. Вот это вот прям можно запомнить. Наука о всеобщих законах движения и развитии природы человеческого общества и мышления. Вот так философия должна выглядеть в словаре. Если мы пробежимся дальше по словарям, там уже разная степень корректности. Вот словарь иностранных слов русского языка. Философия, греческая философия. Любомудрия от филосдруг и софия мудрость. Слово впервые употребленное Пифагором. Учение о физических, нравственных и умственных понятиях, их причинах, сущностях и взаимодействиях. То есть учение. То есть это тоже довольно таки корректное, но здесь еще как философия не возводится в рамках науки, она здесь как учение. Ну, учение это начало на науке, скажем так, корректное учение. Учение в рамках логичных построений. Дальше. Большой энциклопедический словарь. И вот здесь начинается жесть. Это вот современный большой энциклопедический словарь. Философия. Форма общественного сознания, мировоззрения, системы идеи, взглядов на мир и на место в нем человека исследует познавательное, социально-политическое, ценностное, этническое и эстетическое отношение человека. То есть размыто, заневнятленно, то есть в одном случае у нас просто либо учение или наука, да, а здесь уже ни учение, ни наука, здесь форма общественного сознания. Общественное сознание, оно может быть и сознательным, и бессознательным. У нас часть общества в ауте находится в постоянном, да? Тут общественное сознание. И даже не просто общественное сознание, а форма общественного сознания, там, допустим, часть какого-то общественного сознания. То есть приехали, уже некорректное определение. Так. Иллюстрированный энциклопедический словарь. Философия – это мировоззрение, система идеи взглядов на мир, на место человека в нем. Ну, тут такое разговорное такое, скажем, прочтение философии. Философия. Философская энциклопедия. Особая форма сознания. Ну, опять, а форма сознания. Вырабатывание сознания и познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах, основах человеческого бытия. То есть они просто не включили философию в систему знаний, а как бы вырабатывающую систему знаний. Ну, такое разнесение. Пока у нас круче первого определения, более корректного ничего нет. Не попалось. Так. Свободная энциклопедия афоризмов пропускаем. Энциклопедия культурологии. Философия. Теоретически выраженное мировоззрение, форма культуры, предлагающая рефлективное осмышление человека и его место в мире. То есть, ну, такая говорильная, теоретически выраженное мировоззрение. Не уточняется кого. Группа людей, форма культуры, предлагающая. Так. То есть у этого колхоза одна философия, а у того другая. Осмышление человека и его место в мире. Так. Значит, человека в целом, человечество, значит. Теоретически выраженное мировоззрение. Ну, можно такую сауну глобус натянуть, как бы, тоже, в принципе. Но философия фундаментальна. Это однозначно в определении должно быть, что это наука. Произошло следующее, что вот в результате воздействия, длительного воздействия на образование, у нас была внедрена марсистско-ленинская философия в процесс просвещения. Марсистская философия у нас, это отдельная группа, скажем, не совсем логичных продуктов, опирающая в том числе на диалектику, это нарушение логики. В результате этого всего люди, которые проходили через это обучение в высших учебных заведениях, они теряли к этому всему отношение как к науке, потому что наука это у нас объект, опирающий исключительно на законы логики, другие там версии неприемлемо применительно к науке. Там философия еще дополнялась историческим пластом просто кучи всяких сведений о философах, якобы в кавычках в том числе, о нормальных и всяких там заблудившихся об учениях и так далее. То есть это была уже как бы история развития мысли, и даже не то что мысли, а история захождения в тупики различные, софистические. Поэтому отношение к философии и к философам на современном уровне, она уже не такое, как к ученым. Это вот, скажем, та группа людей, которые на кафедре философии что-то там болтают, потому что ихняя болтовня как бы должна сопровождаться в каждом учебном заведении с зачетами. Вот, собственно, они какой-то деятельностью занимаются. Научные труды, которые по философии пишутся, там тоже это прям веселые-веселые материалы. То есть это все как бы можно назвать, но это современное, вот то, что последнее определение, это современное определение. Это все можно в целом назвать деградацией от исходных корректных определений. То есть у нас вот до революции первые 50-летия 20-го века, первая половина 20-го века, у нас философия была, как написано в толковом словаре Ушакова, наука о всеобщих законах движения развития природы человеческого общества и мышления. А дальше мы поперли глубже в лес. Продолжаем деградировать, уходим от точных определений, размываем, и у нас получается особая форма. Особая форма. Вообще примитивно здесь форма использовать. Форма это к объемным предметам больше подходит. О них сознание. Ну, поэтические такие уже плоскости все пошло. Вот такие дела у нас в философии. С вами был Виктор Котючек. Телеканал «Научный трибунал». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Участвуйте, коллекционируйте наши ссылки. Телеканал «Научный трибунал».